На протяжении последнего летнего месяца на Брестской набережной горожане могли неоднократно наблюдать необычную палатку с яркими надписями. В одном из популярных мест отдыха Бреста, где часто можно увидеть картину прогуливающихся родителей с детьми, где плечицы у фонтана счастливые малыши, обосновались волонтеры общественного объединения в защиту жизни и семейных ценностей. Огромное количество наглядной информации, макеты эмбрионов на разных этапах взросления. Добровольцы хорошо подготовились к защите своей позиции. Они против абортов. Мы с 1 августа по 13 сентября официально здесь стоим. Это впервые в Беларуси проводится такое мероприятие. Вообще никому никогда такое не делал никто и не удавалось. Вот мы уже здесь месяц. Вообще мы приурочили это к 32 дням, то есть условно, как держалась Брестская крепость. От этих дней мы планируем ввести обратный отчет убийству детей. В Беларуси погибает, как правило, каждый третий. За независимую Беларусь погибло 2,7 миллиона. По официальной только статистике. Интерес у Брещан есть? Как ты мог заметить? Интерес всегда есть, тем более к чему-то необычному, интересному, к теме, которое еще недавно было табу. Сейчас уже для молодежи, которая услышала, скажем, 20 тысяч молодых людей, нашу выставку, они совершенно по-другому смотрят и встречают нашу акцию. Мимо тематической палатки за месяц успели пройти сотни людей. Каждый из них смог почерпнуть для себя что-то новое. Полезная информация непременно пригодится представителям подрастающего поколения, стоящим на пороге взрослой жизни. Что же касается уже ставших родителями Брещан, идея добровольцев вызвала у них положительный отклик. Надо повышать рождаемость населения, особенно в таком красивом городе, как Брест. Да, пусть поколение, допустим, у меня одна дочка, но я желаю, чтобы у моих внуков было всегда больше. Ему что же говорится, одно хорошо, а когда больше их много, лучше еще. Мы ждали его очень долго, у нас больше четвертых лет не получалось с отругой ничего. Мы через многое прошли, чтобы получить какое-то другое ценность в жизни. Невероятные чувства, чувства радости. Это были самые светлые чувства. Организаторы акции не ставят перед собой недостижимые цели. Они лишь надеются, что в результате подобных мероприятий женщины будут более дальновидными, а мужчины – ответственными. И если удастся спасти хотя бы одного ребенка, значит усилия не напрасны. В практике волонтеров уже немало показательных примеров. Добровольцы, численность которых растет с каждым годом, регулярно читают лекции в школах и университетах, представляют немой немолодых людей оригинальную выставку, проводят тематические акции. Их главная задача – достучаться до подрастающего поколения, разъяснить детали актуальной темы, предупредить последствия безответственного отношения к своему будущему и будущему своих детей. Мы работаем, да, в разных направлениях. Например, в школах, когда проводят лекции, девушки и парни слушают их с 9 по 11 класс или в университетах. У них, во-первых, меняется совершенно другое мнение, что такое аборт, что такое человек. То есть они видят, что, например, этот малыш, ему уже 12 недель от зачатия. У нас есть две замечательных выставки, подготовленные кандидатами и докторами наук, об вреде абортов, профилактике и алкоголе, наркомании. София Бережна, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. София Бережна, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.